Биологические виды Например, серые крысы из Восточной Азии поспособствовали снижению количества черных крыс в Татарстане Специалисты предупреждают, что глобальное вымирание различных видов животных может стать необратимой угрозой для экосистем планеты Так, например, у нас полностью на территории республики был истреблен бобр Потом его снова привезли из других регионов в Татарстан, выпустили Сейчас у нас бобр встречается по всей республике Некоторые виды у нас из Красной Книги, наоборот, исключаются То есть есть виды, например, у которых численность восстановилась И их уже охранять нет смысла Так, например, вот Сурок Он был как раз в первых двух изданиях Красной Книги Сейчас его из Красной Книги вывели Также, например, бабочка Мнемозина, черный Аполлон Значит, у нее тоже на территории республики численность высокая И ее сначала исключили из Красной Книги Российской Федерации И вот теперь мы ее исключили из Красной Книги Республики Татарстан Потому что у нее действительно очень высокая численность Для поддержки охраны вымирающих видов животных и растений была создана Красная Книга Она является одним из самых ценных инструментов сохранения уникальных видов животных и растений И ее составление и периодическое обновление играют важную роль в охране биоразнообразия нашей планеты Красный цвет – это сигнал тревоги и опасности Сигнал СОС, который подают животные и растения Книга названа именно так, чтобы привлечь внимание людей И попробовать остановить варварское уничтожение окружающего мира Ее списки обновляются и переписываются каждые 10 лет Существует и специальная комиссия по редким и исчезающим видам животных и растений Куда входят ведущие специалисты в области охраны редких видов из различных учреждений Красная Книга – это вообще юридический документ в первую очередь В который вносятся виды животных, растений, грибов Которые находятся на грани исчезновения Которые имеют очень низкую численность Которые являются уязвимыми Ну и в Красной Книге их несколько, так будем говорить, рангов То есть есть Международная Красная Книга, МСОП, Международный союз охраны природы Есть Красная Книга Российской Федерации И есть региональные Красные Книги У нас в Татарстане тоже существует Красная Книга Республики Татарстан В Красной Книге Российской Федерации используются шесть категорий Которые определяют природоохранный статус региональных видов животного мира и растений А также царство грибов Это реабилитированные статус неопределенный Редкие виды Виды с уменьшающейся численностью Виды под угрозой полного исчезновения Вымершие виды Концепция Красной Книги была разработана в 1964 году Международным союзом охраны природы И с тех пор широко употребляется по всему миру для защиты биоразнообразия Она составляется национальными и международными организациями охраны окружающей среды И включает в себя списки видов Находящихся под угрозой Устаревшие виды, за которыми ведется активное наблюдение А также меры, необходимые для их сохранения Отдел биоразнообразия при Комитете по биоресурсам При Кабинете министров Республики Татарстан И ими создана постоянно действующая комиссия В которую, помимо вот этих сотрудников, входят еще и ученые Так, из Казанского университета Это, значит, у нас в Институте фундаментальной медицины и биологии Яшу Лаев Николай Вячеславович туда вхожу Потом Ильгизар Ильянович Рахимов, профессор кафедры биоэкологии Также коллеги с Института экологии и природопользования Также туда входят ученые из Академии наук Республики Татарстан И из Волжскамского государственного природного биосферного заповедника Вот у них, у нашей комиссии назначаются совещания Где происходит как раз решение о том, какие виды включать Какие исключать Разумеется, в первую очередь ориентируемся на научные исследования Данные по численности Ну и существует определенная процедура Где, значит, выступают с докладом Обсуждают этот момент И далее идет голосование Татарстан является зеленым регионом Где проживает большое разнообразие животных, птиц и рыб У нас также очень много видов культурных растений И за всю историю развития республики Биомир претерпевал большие изменения Какие-то виды добавлялись и брались под охрану А какие-то, наоборот, становились некраснокнижными Когда переставали нуждаться в защите Создание Красной книги Татарстана было необходимым И она впервые увидела свет в 1995 году Дело в том, что вот этот комитет по биоресурсам Они ежегодно проводят, организуют экспедиции В которых принимаем и мы участие, ученые Вот, значит, по как раз видению Красной книги То есть выбираются районы, где производят исследования И вот, например, в последние, значит, десятилетия У нас были обнаружены новые виды редкие Которые занесены в Красную книгу, допустим, Российской Федерации Они были обнаружены у нас Вот, так, например, вот Кузнечик Дыбко-степная Был у нас в Тарстане обнаружен Ранее он у нас не, значит, регистрировался Вот, но вообще, конечно, да В Красной книге есть так называемые черные страницы Их называют Там список исчезнувших с территории, значит, республики видов Вот, такие, к сожалению, тоже есть К большому сожалению, в списках достоверно обитавших На современной территории республики Татарстан И исчезнувших есть много животных Например, выхухоль русская, росомаха, северный олень Который в зимнее время мигрировал к нам Но из-за сокращения лесов с 80% до 20% Больше у нас не появляется Но есть виды, которые смогли восстановить популяцию Такие, как бурые медведи, горностаи, степной орел, хохотуни и другие Резида Каримова, Тимур Ахметов, Универ Новости Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин